С января этого года повысился налог на добавленную стоимость, что вызвало рост цен на различные товары и услуги по всей стране. Как обстоят дела в Чувашии, что делается для стабилизации ситуации, сегодня обсудили на еженедельном совещании в Доме правительства. У инфляции несколько причин. Помимо увеличения ставки НДС, заметно ослабился курс рубля. Прошла индексация зарплаты, пенсии. Покупатели уже заметили, что в магазинах подорожали сахар, яйца, куриное мясо, капуста белокочанная. Специалисты ведут сравнительный анализ по округам и регионам. Уровень ценно-социально значимый продовольственного товара остается значительно ниже как среди регионов Привожского федерального округа, так и среди регионов России. Так, например, свинина подорожала в Чувашии на 16%, но при этом остается самой недорогой в округе. Относительно низкие цены сохраняются на сыры. Подсолнечное масло, мука пшеничная занимают второе рейтинговое место среди приемлемых цен в ПФО. Хлеб ржаной, макароны и колбаса полукопченая, сметана, картофель, гречка в Чувашии – тоже в первой десятке самых недорогих продуктов в стране. Если говорить в целом о рынке продовольствия, он стабилен. Продолжается работа по оперативному мониторингу цен и информационного сопровождения среди населения, а также работа непосредственно с руководителями предприятий производства и торговли. Как вы уже ставили перед нами задачу, уважаемый Михаил Васильевич, одним из приоритетов в работе снижения цен для потребителей, который и доказал свою эффективность, стало развитие фирменной торговли местных товаропроизводителей в шаговой доступности. Глава Чувашии подчеркнул, что в цепочке производитель-потребитель должно быть меньше звеньев и посредников. Это позволит избежать необоснованного роста цен на продукты. По мнению Михаила Игнатьева, надо рассмотреть больше вариантов организации ярмарок выходного дня. Максимально нужно делать для того, чтобы покупатели могли находить своих производителей по прямой стильной, без больших розничных разных наценок. С начала этого года повысилась и плата за коммунальные услуги. Рост в январе составил 1,7%. А в июле будет второй этап повышения цен. Причем тарифы в муниципалитетах существенно разнятся. С 1 июля по 253 муниципальных образований в рамках 2% произойдет рост. В 36 муниципальных образованиях в рамках 4% семи муниципальных образований. На основании обращений представительных органов муниципальных образований главе Чувашской республики индекс изменения составит. По городу АллатРь 16,8% наиболее неблагоприятный рост части отопления связан с установлением нового норматива на отопление многоквартирных жилых домов. Это 6 МКД, 1,7% проживающих. При этом средний рост платы составит 2,1% для муниципального образования города АллатРь. Изменения по тарифам ждут Козловский, Чебоксарский, Яльчикские районы. Но они не превысят установленные правительством России ограничения, сообщил руководитель госслужбы по тарифам. Кроме жесткого контроля за ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями, в республике реализуются меры адресной поддержки нуждающихся. Одна из них – субсидии на оплату коммунальных услуг. В прошлом году ими воспользовались более 320 тысяч жителей Чувашии. На еженедельном совещании рассмотрели и вопрос предоставления физическим лицам налоговых вычетов. Более 84 тысяч людей предоставили декларации в налоговые органы Чувашии. На счета налогоплательщиков перечислено более полутора миллиарда рублей. Татьяна Трофимова, Борис Андреев, Республика.